Ребята, включайте, пожалуйста, перед началом этого видео VPN. Он поможет развитию моего канала, поэтому буду вам за это очень благодарна. Всем привет, ребята, вы на канале Джулия Джулия, и с вами Юля. Сегодня я хочу вам рассказать некоторые советы, которые я бы хотела дать 10-му классу и 11-му классу. Если вы сейчас идете в 10-й или 11-й класс, я думаю, что это видео будет 100% вам полезным. В этом году я закончила школу, закончила ее отлично, и в принципе сейчас уже поступила в ВУЗ в Российскую таможенную академию, и проживаю сейчас в Москве. Я хочу сегодня рассказать вообще на примере моей школы, как у меня проходил 10-й и 11-й класс. Сразу хочу сказать, что возможно у вас что-то там отличается, возможно у вас программа обучения другая, вам там, допустим, легче или сложнее учиться, чем я рассказываю, но у всех все по-разному. В любом случае я хочу рассказать именно, как у меня проходил, получается, год 10-й класс и год 11-й класс. Как у меня все проходило, как обучение, как учителя реагировали на это, ЕГЭ и так далее. Все расскажу по своему опыту, еще раз это повторюсь, потому что я знаю, что во многих школах все бывает по-разному, но что-то, возможно, и повторяется. Некоторые там советы и так далее повторяются из года в год. Поэтому я надеюсь, что это видео вам будет точно полезным. В принципе, развею миф о том, что говорят постоянно, не так страшен черт, как его молюют. На самом деле страшен, страшен и страшен, так что, ребята, я вам сегодня все-все расскажу. Поэтому подписывайтесь на мой канал, будет очень много чего интересного из московской и студенческой жизни. И также ставьте лайк. Также, друзья, хочу вам посоветовать свой телеграм-канал. Называется он Julia Julie 13. Ссылочка в описании. Подписывайтесь, там много чего интересного. И еще хочу сказать сразу, что некоторые советы будут рассчитаны на 10-й класс. Если вы уже в 11-м, то, конечно, вы это все знаете. И первое, что я хочу сказать, это система вообще оценивания, система, так сказать, учебы. Учеба у вас будет длиться по семестрам. То есть раньше у вас были четверти, 4 четверти, каникулы, как бы все было очевидно, понятно. А теперь все каникулы у вас сохраняются. То есть каникулы будут так же, как и было раньше, то есть в 9-м, допустим, классе. Но будут семестры. У вас будет 2 семестра. Один идет до января, то есть до конца декабря, как всегда, до Нового года. И второй идет до мая, до конца учебы. Получается 2 семестра. В 11-м классе 2 семестра и в 10-м классе 2 семестра. То есть всего вы за 2 года, получается, у вас будет 4 семестра. И оценки у вас будут идти так. То есть вам ставят оценку первый семестр, ставят оценку второй семестр и оценку годовую. То есть, получается, в 9-м классе у вас было 4 четверти, и пятая оценка это была годовая оценка. А тут всего 3 оценки, 2 из которых это семестры и последняя годовая. То есть каникулы сохраняются, каникулы у вас будут так же, как и всегда, но вот именно семестр, система оценивания будет вот такая вот, то есть по полугодию. В принципе, я скажу честно по своему опыту, это удобно, потому что я училась всегда на отлично, допустим, в девятом классе было очень тяжело, допустим, в первой четверти у меня выходила четверка по этому предмету, в второй четверти вообще там пятерка выходила нормально, в третьей опять четверка, и вот так скакать, постоянно что-то исправлять, это было очень ужасно, тут всего тебе надо было три оценки заработать за год, и в принципе труда не составило, ну даже можно сказать две, потому что две оценки ты зарабатываешь сам, вторую тебе, то есть за год, ставят уже учителя. И в принципе это не составляло особого труда, и честно сказать, вот как отличнику мне было намного легче учиться, потому что, во-первых, у тебя и накопляемость оценок больше, допустим, в четвертях было, честно, тоже неудобно, Потому что ты, допустим, четверть болеешь Несколько недель, недели две, допустим, да Взять зимние каникулы То есть перед зимними каникулами четверть Она вообще очень короткая То есть оценок у тебя не набралось для того, чтобы тебя аттестовали Тебе нужно приходить, доздавать А в семестре, получается, тебе нужно было вроде бы 6 оценок всего набрать Чтобы тебя аттестовали За целые полгода тебе это составить труда не должно Получается, как вообще идут в год оценки То есть как тебе ставят оценку за год Получается, берут первую оценку, вторую оценку И ставят среднее арифметическое И также делают и с аттестатом То есть как берут аттестат за 11 класс Берут сценку за год, за полгода, за полгода Полгода 10 класса, полгода 11 класса То есть получат два семестра 10 класса, два семестра 11 класса Также годовые оценки этих обоих классов И потом все это вместе суммируют, делят И получают среднее арифметическое, которое идет тебе в аттестат И какая оценка идет тебе в аттестат за данный предмет Также, что говорить о красном аттестате и медали, в этом году были такие, допустим, условия, это надо было обязательно, конечно, иметь все пятерки, получить по базовой математике 5, по русскому языку 70 баллов, и, допустим, по профилю математики, если вы не сдаёте базу, то вы сдаёте профильную математику, вам необходимо тоже было получить более 70 баллов, то есть по предметам обязательно по русскому математике вам надо было получить более 70 баллов, либо по базовой математике 5. Ну и в принципе все пятёрки, которые должны быть, они тоже должны быть в аттестате, чтобы получить красный аттестат и медаль. Лучше частную информацию по типу того, что у меня там четвёрка в семестре, поставит ли мне пять, будет ли мне красный аттестат, как-то вообще всё читать. Это лучше всё спрашивать у завучей, либо следите за новостями, какие у вас изменения могут быть, потому что каждый год что-то меняется. Допустим, в прошлом году математика вообще не учитывалась для получения медалей красного аттестата, а в этом году многие слетели именно из-за математики, потому что она стала учитываться. О красном аттестате и медали задумайтесь в начале года, некоторые задумывались об этом поздно, потом понимали, что вот у них там выходит всего одна четверка, но все остальные там допустим годовые и семестры у вас тоже были четверки, а потом вы понимаете, что у вас просто одна четверка в аттестате, но это ужасно, и если все предметы, которые надо сдать на 70 баллов или на 5, у вас сданы, это очень грустно, одна четверка в аттестате, поэтому лучше задумайтесь сейчас, если у вас прям какой-то один предмет западает, или даже два, и вы очень хотите этот красный аттестат, но вам он очень нужен, то я советую лучше все равно сейчас об этом задуматься, в начале года подойти к учителю, сказать так и так, у меня там, знаете, всего одна четверка по вашему предмету, давайте как-нибудь договоримся, я что-нибудь сделаю, буду лучше стараться в этом году, потому что мне очень нужен красный аттестат. Конечно, некоторые, которые вот хотят, вы знаете, ложку дегтя в мед подложить, но все равно, возможно, вам именно помогут, поэтому лучше говорите с учителями, не бойтесь, говорите, говорите, еще раз говорите, возможно, вам это пригодится, и тем более, если вы перешли только в 10 класс, у вас все впереди, тоже покажите себя лучше с хорошей стороны, и, возможно, вам тоже получится урывать этот красный аттестат. Никогда не ссорьтесь лучше с одноклассниками и с учителями. Сохраняйте нейтралитет, даже если у вас там какое-то крысиное королевство, и так можно, если выразиться, или, допустим, вам не нравится класс, не нравится какой-то учитель, я лучше всегда советую сохранять нейтралитет, потому что это выгодно. Во-первых, выгодно с точки зрения для одноклассников, то есть вы с ними не ссоритесь, не ругайтесь, зато можно где-то у кого-то что-то списать, можно где-то что-то попросить. Я думаю, что ни для кого не секрет, что, в принципе, в 10-11 классе уже так на расслабоне, лайте, могут что-то помочь, где-то подсказать, ссориться, вступать в конфликты, то, конечно, никто не поможет, все будут только как-то между собой устраивать бои и так далее, что не очень круто, поэтому советую просто вам сохранять нейтралитет, советую просто там спокойно как-то общаться, знаете, если какие-то конфликты, то лучше в них не влезайте, тем более, если вы не виноваты, если вас никак не касается, то пусть и не касается. Правда, советую хотя бы 2 года потерпеть, даже если вам класс прям совсем не нравится, потерпите, ничего страшного, зато для вас это будет какая-никакая выгода. И также с учителями. С учителями вообще нужно быть особо аккуратными, потому что я видела очень многих своих одноклассников, особенно до 10-го класса, которые постоянно так и хотели как-то поссориться с учителями, как-то, знаете, как-то вот насолить им, хотя я бы, знаете, тоже, возможно, там с кем-то поссорилась, какие-то учителя мне, правда, я скажу, не нравились, прям вот не нравились, прям вот, ну ужасно, но я никогда не говорила ничего, во-первых, я отличница, во-вторых, ну как бы я не хотела просто ни с кем ссориться, во-первых, это выглядит не очень, потому что учитель взрослый человек, а вы с ним ссоритесь, ну как бы странно. И с другой стороны тоже некоторые, это прям было ужасно, они сначала ссорились с учителем всю четверть, весь там семестр, а потом шли, извинялись и говорили там, поставьте мне 4, поставьте мне 5, это было настолько дико, глупо и некрасиво со стороны, ну правда, поэтому я лучше вам советую не ссориться, сохранять просто нейтральную позицию. Я уже так разговариваю, как с друзьями, надеюсь, вы меня поймете, просто тут стол удобный такой, я разговариваю, все, я перешла в такую нотку, когда я разговариваю не для того, чтобы снять видео, просто как будто бы я общаюсь с вами, как и с друзьями, поэтому надеюсь, что вы это цените. Сразу хочу вас также предупредить, будьте готовы к тому, что в 10 и особенно в 11 классе отношение и обучение учителей меняется. Знаете, вы будто приходите, даже, допустим, к тому же учителю, у нас просто так было со всеми учителями, ты будто приходишь к тому же учителю, но вообще он другой, то есть он по-другому с тобой общается, совсем другие вообще расценки на оценки. На самом деле мне казалось, что вот я прихожу вроде бы к тому же самому учителю, но он вообще по-другому со мной общается, это начинают резкие там, знаете, такие вот перепады по типу того, чтобы не сдадите ЕГЭ, да вы вообще там ничего не делаете и так далее, и начинают на вас постоянно орать, все учителя на вас орут, у нас такое было вот в 11 классе, знаете, ты приходишь на любой урок и на тебя везде орут. Все учителя, правда, были очень злые, особенно под конец 11 класса, это просто был ужас. Ты приходишь на урок, на тебя орут, ты приходишь на другой урок, на тебя опять орут. Я просто сидела, и знаете, я уже была уставшая после того, что я не выспалась, потому что я готовилась до ночи к ЕГЭ. Ты приходишь, и на тебя опять орут за то, что ты не готовишься, для меня это было просто убийственно. Хотя я понимала, что это в большинстве случаев, конечно, другой там части класса, которая не готовится и так далее, но все равно было обидно, что ты приходишь на урок, хочешь получить какую-то информацию, трачу свое драгоценное время, а тебе просто там полурока объясняют о том, что ты не готовишь, ты ничего не делаешь, и это просто убивало мое моральное состояние. Поэтому, знаете, в конце года я часто уже не ходила на уроки, но это было немного по другой причине там, немного сложно, я уже немного рассказывала в прошлых видео. Но все равно, потому что ты вот приходишь на урок, хочешь получить информацию, хочешь получить оценку, а в ответ на тебя просто орут. Ну, не прикольно было. Поэтому будьте готовы просто к этому, что, возможно, и у вас так будет. Знаете, самая, наверное, ключевая фраза каждого учителя в моей школе была, практически каждого, это то, что мы обязаны прям вот все делать, потому что мы сами добровольно согласились сидеть еще два года в школе, получать среднее общее образование. И постоянно нас в это тыкали, что вот вы сами согласились, да вы сами-сами. Я, конечно, понимаю, что учителям тоже тяжело, но прям, знаете, каждый урок гнобить детей за то, что ты там не готовишься и так далее, это, конечно, жестко, потому что вместо того, чтобы готовиться, нас постоянно вот так вот ущемляли в этом, вот именно вот так вот говорили, было не прикольно. И, конечно, советую вам не обращать на это внимание, готовиться спокойно. В 10 классе, возможно, вы придете только, знаете, в школу, только вот сядете за парту 10 класса, и все, вам начнут тыкать в лоб вот это егэ. Егэ, Егэ, просто будьте готовы к этому, я вам сказала, готовы, и все, на готове. Если в 10 классе еще не выбрали Егэ, не выбрали подготовку, смотрите вузы, смотрите направления, специальности, проходите тесты на профориентацию и так далее. То есть смотрите все-все-все, шерстите интернет, что вам нужно о вашей специальности. Читайте отзывы о вузах, смотрите YouTube, там, где отзывы о ваших вузах, возможно, показывают. Я, допустим, вот так вот, когда поступала в Российскую Томожную Академию, хотела поступать, я смотрела очень много видео, там, благо, есть блогерша, которая закончила в этом году бакалавриат на направлении мировая экономика, то есть экономический факультет, на который я поступила. И вот я посмотрела все ее видеоролики, было очень полезно, поэтому, наверное, буду такой же контент делать потом, когда поступлю, уже, точнее, буду прям учиться, тоже буду рассказывать, потому что, честно, прям очень удобно, когда о твоем вузе, о твоем факультете, особенно о направлении и так далее, говорится прямо на YouTube, рассказывается живую, потому что читать можно хоть что, а вот когда рассказывают, это, конечно, совсем по-другому. Поэтому ищите, шерстите интернет о своих направлениях, специальностях, предполагаемых вузах, вы несколько раз подписываете заявление на ЕГЭ, то есть на сдачу единого государственного экзамена, и вы, получается, пишете, какой экзамен вы будете сдавать, какой именно, там, предмет и так далее. Вам необходимо в последний раз определиться с этим в феврале, поэтому до февраля вы должны точно быть уверены, какие предметы сдаете. Не советую вам выбирать очень много предметов, потому что некоторые говорят, лучше выбрать больше предметов, какие-то сдам, какие не сдам. Если вы, тем более, идете на красный аттестат, не рискуйте с этим. Возможно, изменят какие-то правила выдачи, там, медалей, красного аттестата, вдруг там сделают вообще на все предметы по 70 баллов. Вряд ли, конечно, но вдруг, мало ли такое. И что вы будете тогда делать? Поэтому лучше не рискуйте, выберите лучше, там, 4-5 предметов. Я выбирала 3 предмета, которые вы точно уверены, что сдадите хорошо, сдадите, там, точно сдадите. Лучше выберите так, потому что, если выберите, там, и географию, и историю, и физику, и химию, и так далее, лучше так не выбирать, потому что смысла от этого никакого нет, преимущество вам не даст, сумма баллов у вас от этого не увеличится, потому что поступают, сейчас, в этом году поступили по 3 предметам, допустим, там еще плюс, возможно, вступительные экзамены, но сам факт, что поступают всегда по 3 предметам, в некоторых случаях по 4, и не нужно выбирать как можно больше экзаменов, если вам кажется, что от этого ваши баллы увеличатся. Никогда ничего подобного. Поэтому выбирайте только то, что вы точно хотите сдавать, не выбирайте от балды, тем более у вас есть до февраля 11 класса, подумать, когда вы точно уже можете выбрать предметы. Ничего нельзя уже честно изменить, но, по крайней мере, у нас было очень сложно что-то поменять, у нас мало кому заменяли какие-то предметы, меняли что-то, поэтому вот в феврале вы напишите, и лучше ничего не менять, потому что потом бумажные волокиты, очень тяжело, там особенно добавить предмет практически вообще невозможно, я честно не слышала, может, у нас кто-то добавлял, но вот я слышала насчет изменения, именно там, допустим, профиль с базы, было очень тяжело, и прям в некоторых ситуациях отказывали людям, даже в многих ситуациях, поэтому лучше не советую, лучше определиться заранее, у вас есть еще время. Еще, кстати, почему я все-таки не советую выбирать очень много предметов, лично у нас в школе было так, что когда ты выбираешь предмет какой-то определенный, учитель начинает очень серьезно к тебе относиться, и если, допустим, вы выбираете какой-то предмет, и вы понимаете, что, допустим, вы этот предмет плохо знаете, и вам нужна какая-то хорошая оценка по нему, и вы просто выбрали ЕГЭ так, чтобы, возможно, сдать или не сдать, лучше так не делайте, потому что к вам учитель будет очень серьезно относиться, будет вас там обязательно ждать на дополнительных заданиях, занятиях и так далее, и, знаете, уже байки о том, что вы выбрали его предмет просто так, не получится, потому что учителям тоже нужно всегда, чтобы ученики сдавали их предметы, потому что вроде бы какие-то им тоже санкции там идут, ну, то есть какие-то тоже нехорошие там вещи, поэтому лучше всего, конечно же, выбирайте только те предметы, которые вы точно будете сдавать, а не которые просто вы так выбрали, чтобы они были на запас, конечно, так можно, но, честно, от этого толку не особо будет, потому что, я как говорю, учителя начнут прямо на вас наседать, говорить, да вот, да будешь ты мой предмет сдавать, да нужен он тебе, поэтому все, готовимся, готовимся, а, допустим, вам вообще к совершенно другому предмету надо готовиться, но вы готовились к этому, а в итоге поступайте вообще по-другому, поэтому выбирайте. Пожалуйста, никогда не однодейтесь на ответы на ЕГЭ, потому что бизнес, я видела, растет, меня несколько раз приглашали в такие группы, то есть, знаете, мне писали, но, как я поняла, я заходила по этой ссылке в Телеграме и смотрела, что участников много, то есть, понимаете, некоторые ведутся на это, не ведитесь, даже в девятом вроде классе тоже вряд ли бывают какие-то ответы, в одиннадцатом классе тем более, ребята, какие ответы на ЕГЭ, ну, это просто невозможно, могут быть какие-то похожие задания, но это все просто сливают у группы даже онлайн-школы, то есть, просто показывают, какие задания были у других регионов, именно в сам день экзамена, ну, вот именно ответы, без разбора Дальнего Востока, то есть, просто ответы на экзамен, прям на ваш вариант, такого быть не может, но, честно, я не встречала, я не знаю, и некоторые покупают там по тысяче, по две, лишь бы сдать, ребята, не надейтесь, не надо, лучше хотя бы там напишите на порог сами, но не на ответы, пожалуйста, не надо, не надо, друзья, я многих знаю и говорю, что я видела, что человек много, и до сих пор бизнес, раз вообще этот растет, значит, раз рассылают эти рассылки, значит, потребность и вообще спрос на это есть, поэтому, ребята, не ведитесь, нет ответов, нету их. Не покупайте в десятом классе кучу сборников с огромной мотивацией и желанием прорешать все. Во-первых, экзамен может измениться, допустим, у нас было так, что в 2021 году экзамен был совсем другой, его по обществу знаний, вот я просто говорю именно за обществу, потому что я больше всего запомнила, совсем перевернули, то есть я уже задавала совершенно другой экзамен, просто совершенно-совершенно другой, поэтому я советую вам, допустим, тестовый окей, можно прорешать, и то немного все меняется, возможно, у вас что-то уберут, допустим, у нас убрали в общественном знании эссе, добавили много других заданий, которых не было раньше, и все сборники, которые у меня были до этого, они просто полетели в помойку, а сборники тоже стоят недешево, сборник стоит рублей 400-500, поэтому, друзья, не тратьте такие деньги, которые вам очень-очень сильно, поверьте мне, нужны в одиннадцатом классе. Лучше в десятом классе прорешайте что-то в интернете, прорешайте, посмотрите там Незнайка, ФИПИ, Решу ЕГЭ, посмотрите бесплатные уроки каких-нибудь онлайн-школ, ссылочки, кстати, на бесплатные уроки я оставлю в описании от Егленда, посмотрите, возможно, вам что-то понравится, и я готовилась к Егленде, сдала русский на 94, общественное на 90, так что ссылочку оставлю, годовой курс, там полугодовые, все сейчас есть, химия, физика, литература, русский язык, общественное знание, по ссылочке в описании, ознакомьтесь, но об этом расскажу немножко поподробнее, попозже, потому что я такое для вас промокодик украла, и вообще мне говорили, что нельзя его писать именно на ютубе, но я решила вам рассказать. Я вам советую сейчас посмотреть какие-нибудь бесплатные вебинары, возможно, записаться в какие-то онлайн-школы, это будет куда полезнее, у вас сохранится какая-то информация, и в принципе онлайн-школы работают так, что они рассчитаны на долговременность, а вот сборники, особенно сборники просто с заданиями, это правда мусор, поэтому в 10 классе не покупайте, даже в 11 классе я купила вроде бы всего 2 сборника, и все, все остальное я брала в онлайн-школах, и больше мне ничего не надо было, а нет, 3 сборника я купила, и все, то есть больше ничего не надо было покупать, я ничего не брала, и мне ничего не нужно было, никакие сборники по-русскому и так далее, мне не помогли сдать ЕГЭ на 94 балла, кроме как сборник от ФИПИ, этот сборник был от Сибулька, сейчас тут прикреплю, как он выглядит, и все, получается, но его лучше покупать также в 11 классе, выйдет новая демоверсия, получается, которая уже все организована, точно будет этот вариант, сейчас лучше ничего не покупать, особенно летом, держите свои деньги при кармане, не надо их тратить, в 10 классе, честно сказать, вам придется выбрать, либо вы участвуете активно в школьной жизни, либо вы готовитесь там к ЕГЭ, либо вы выбираете хобби, я в 10 классе отказалась от своего любимого хобби, это карате, но не отказалась от Ютуба, я так и вела Ютуб, немного пришлось, конечно, изменить тематику, я готовилась, получается, весь там 10-11 класс к ЕГЭ, готовите к ЕГЭ, либо вы ведете активную школьную жизнь, либо, допустим, вы выбираете хобби, советую, если вы сейчас после 9 класса, в 10 классе оторвитесь по полной, именно участвуйте в различных школьных мероприятиях, если вам это так ценно и нравится, также там, допустим, всякие разные хобби свои, посещайте, делайте все, что вам нравится, а в 11 классе лучше пока что уберите это на время, забейте на это, мне пришлось пожертвовать и в 10 классе, потому что у нас был серьезный 10 класс, мне пришлось пожертвовать карате, я ходила, занималась карате боевыми искусствами, обожала эти занятия, пришлось им пожертвовать, потому что и YouTube, и карате было бы очень тяжело совмещать, поэтому выбрала YouTube, но и то снимала видео в 11 классе, это тем более только на ЕГЭ, то есть только на темы ЕГЭ. Советую вам сейчас набить репутацию перед учителями, потому что, в принципе, знаете, что многие оценки, какие-то, допустим, даже особенно в старшей школе, выходят из репутации, именно как вы относитесь к учителю, как вы относитесь к предмету, как он думает, как вы относитесь к предмету, и так далее. Допустим, к многим предметам, честно, я хочу признаться, возможно, я относилась немного безалаберно, но я себя хорошо зарекомендовала, я хорошо делала все, допустим, там полгода, особенно в 10 классе, и в младших классах также, допустим, полгода я все прекрасно делала, ну, возможно, и даже на протяжении всего года, то есть все выполняла, но в то же время, знаете, в некоторых моментах я могла там и тройку получить, и двойку, но, в принципе, у меня была пятерка, потому что я всегда активничала на уроках, я всегда проявляла себя, и, в принципе, советую и вам так делать, особенно в десятом классе, набейте репутацию. Хорошо представьте себя, особенно перед новыми учителями, и особенно на тех предметах, по которым вы не сдаете ЕГЭ, потому что потом вам будут большие поблажки, в принципе, потому что вы не сдаете их предмет, вы хорошо себя ведете, вы хорошо все делаете, и вам могут просто сказать, все, у тебя все прекрасно, я тебе там ставлю пятерку, четверку, ты можешь особо не беспокоиться. Как я говорила, лучше это делать в десятом классе, потому что пока у вас есть на это время, нет ЕГЭ, и лучше себя вот начинать рекомендовать, так сказать, сделать себе фундамент хорошего аттестата. Но если вы уже в одиннадцатом классе, то советую вам сделать это в первом семестре. Также себя хорошо зарекомендовать, хорошие там, допустим, показать знания, актив и так далее, чтобы уже после вот как раз таких января, к уже самой сложной вот этот момент одиннадцатого класса, чтобы вы просто понимали, что все, у вас некоторые базы сформированы, вам немножко поднажать, и будут хорошие оценки в аттестате. Также я услышала многочисленную ошибку, не начинайте готовиться к ЕГЭ в десятом классе, если вы точно еще не определились с предметами, ну и ладно, это еще не важно. А самое главное, не нанимайте репетиторов и не тратьте кучу денег. Я знаю много ребят, которые тратят деньги на репетиторов, потом понимают, что это предмет не их, и репетитор им не нравится, а денег потрачено уйма. Дороже намного, чем ты готовишься сам, чем ты готовишься там с лайн-школами и так далее, потому что ты готовишься с репетитором. Час репетиторов в среднем стоит полторы тысячи рублей, полтора часа где-то так. Поэтому советую вам точно определиться с предметами, и тогда только готовиться с репетитором, Потому что многие, знаете, говорят, что вот я там с 10 класса готовлюсь с репетитором, мне все классно, мне круто, а потом передумываюсь сдавать этот предмет, и просто они не знают, сколько родителей денег вложили в это образование, которое, в принципе, это никуда не нужно, потому что вы ЕГЭ не сдаете по этому предмету, ну и как бы без толку. И, в принципе, я советую, честно, больше для подготовки даже в 10 классе именно онлайн-школу, и советую вам ЕГЭЛЕНД, потому что в ЕГЭЛЕНДЕ самое-самое лучшее образование, по моему мнению, особенно для подготовки к ЕГЭ, вам не только дадут интересное и качественное образование, но еще и дадут очень много разных там друзей, общений и так далее. Я недавно видела со своей наставницей, я с ней сейчас дружу, это прекрасная просто Алена, и, знаете, мне кажется, что вот ЕГЭЛЕНД это больше, знаете, не онлайн-школа, а пространство, где ты можешь найти все. Тебе и мотивационные уроки скинут, и домашки, и все у тебя проверят, и ты дружишь с прекрасными людьми, поэтому советую вам ЕГЭЛЕНДЕ, если вы хотите вдруг туда записаться, то я хотела вам сказать, что у меня есть промокод на скидочку, ссылочка в описании, промокод, ссылка, где можно оплатить курсы, там по многим предметам, также оставлю ссылки на бесплатный доступ к курсу, вы можете посмотреть, ознакомиться, я хотела все оставить в каком-то видео, и вот выпросила, наконец-таки, для вас скидочку. Это, к сожалению, легчастью не реклама, просто для нас, выпускников, дают вот такие скидки для тех, кто хочет записаться, кто еще не учился в ЕГЭЛЕНДЕ, поэтому я и даю вам вот такой промокодик. Так бы, если бы была бы реклама, это выглядело немного по-другому, но в целом промокод в описании, записывайтесь в ЕГЭЛЕНДЕ. Также хочу посоветовать вам это посмотреть Олимпиады, попробуйте посмотреть Олимпиады, возможно, вас что-то заинтересует. Олимпиады бывают нескольких уровней, все подробно вы можете узнать уже либо в других видео, либо также на сайтах этих Олимпиад, вы можете посмотреть, какого она уровня, какие преимущества она дает, там бывает и 100 баллов за ЕГЭ, то есть, допустим, у вас там 80 баллов, Олимпиада дает вам право получить по этому предмету 100 баллов, то есть 80 заменяются на 100. Также там, допустим, бывают какие-то просто баллы прибавляют к индивидуальным достижениям, бывает так, что если вы там победитель, то вообще можете поступить без ЕГЭ, вуз. Это все вы можете узнать уже на сайтах Олимпиад, просто вбивайте Олимпиады, там, допустим, России, вам выйдет там сайт со всеми Олимпиадами, сейчас также лучше этим заняться, потому что потом они уже начнутся, там, отборочные этапы и так далее, зарегистрироваться будет невозможно. Регистрацию лучше начинать сейчас, пробовать, если вы в десятом классе, то вообще прекрасно, вы можете за два года подготовиться спокойно к Олимпиаде. Я, честно, вот почему-то в десятом классе как-то к этому плохо отнеслась, то есть не стала готовиться, и в одиннадцатом классе писала очень много Олимпиад, но вот дальше второго тура примерно не проходила никуда, я вот прошла в СОЖ, но на регион только, то есть дальше региона я не проходила, надо было готовиться больше, но у меня просто уже не было времени из-за ЕГЭ, поэтому советую вам более ответственно, особенно если в десятом классе подойдите к этому, найдите Олимпиады, и точно, возможно, какую-то вы затащите. Олимпиады бывают по разным предметам, допустим, там, по физике, по химии, по литературе, по обществу знанию, по экономике и так далее, то есть Олимпиад очень много, все вы можете найти в интернете. Стоит все-таки идти в десятый класс или нет? Мой опыт. Я считаю, что стоит, если ты не определился с профессией, если ты точно знаешь, что ты не пойдешь после одиннадцатого класса также в колледж. Если вы знаете, что вы, возможно, не потянете ЕГЭ, если вы знаете, что вы не будете просто к нему готовиться, не покупать никакие курсы и так далее, вы понимаете, что, допустим, это пустая трата денег и времени, хотя он посоветовал курс, лучше купите его, это правда очень и очень важно, но если вы вдруг такой человек, который не хочет тратить деньги на курсы и понимает, что он сам подготовится, но вы также понимаете, что, возможно, вы там не пройдете порог и так далее, у вас есть какие-то вот такие боли, то есть вот эти вот такие вот возможные, то лучше, наверное, пойти в колледж после девятого класса, потому что сейчас, конечно, уже выбирать решение поздно, если вы уже в десятый класс зачислены, но все равно, что я хочу сказать, что, наверное, лучше пойти в колледж в таком случае, а если вы знаете, что вы точно хотите там Москву, у вас нет, допустим, там направления специальности, на которые вы хотите подготовка в колледже, то есть ее нет, она только в вузе представлена, допустим, специальность или направление, то вам лучше, конечно же, пойти тогда в десятый класс, готовиться к ХГ, в десятый, одиннадцатый класс, но знаете, что если в десятый класс что-то будет легко, в одиннадцатом классе, возможно, будет казаться легко, если в какой-то там не особо там классной школе, но все равно лучше всего, конечно же, подойти к этому слову, то есть подумайте, точно ли вам надо учиться до 11 класса, возможно, вам можно пойти в колледж, а вдруг вы, наоборот, там хотите достигнуть прям нереальных высот именно за счет того, что вы закончили 11 класса, то есть сами решайте, это, конечно, дело каждого, но я не пожалела, конечно, потому что я хотела, во-первых, в Москву, в Москву я после 9 класса бы точно не поехала, это, конечно, вообще, понимаете, сравнить мое мышление сейчас и мышление в 9 классе, это, конечно, небо и земля, отношение к жизни и так далее, я бы, конечно, в Москву бы не поехала, и я еще как бы не могла там работать, мне не было 18 лет и так далее, поэтому нет, в Москву я бы точно не поехала в таком малом возрасте, тем более одна, поэтому, если что, советую вам, конечно же, отталкиваться от этих мышлений, хотите воссаться в своем городе или переехать, лучше переехать, конечно, уже, когда вам будет 18 лет, во-первых, это для родителей хорошо, то есть ему же спокойнее, во-вторых, и для вас, поэтому лучше тогда остаться, да, в своем городе. И что я сделала, осталась и потом переехала. У нас еще, кстати, были профили класса, у нас был класс физмат, класс социально-экономический, класс химбио и класс универсальный, класс гуманитарный, универсальный, так его называли. Я была в социально-экономическом классе и училась, у нас было, получается, только такие предметы, как экономика, право, математика, получается, профильная, потом русский язык, литература, все такое. У нас самое главное, у нас не было таких предметов, как информатика, физика, химия, биология, что-то у нас еще не было, астрономия у нас очень мало была, то есть физика и так далее. Такие предметы, как технические, у нас их очень было мало, практически не было, только математика единственная, профильная была. Все остальное у нас было, вот именно экономика, право, общество, все по нашему профилю. Это было очень удобно, что я не тратила время, тем более в 11 классе, когда его вообще не было, еще какие-то предметы, допустим, как физика, информатика, которые мне вообще не нужны, по специальности они мне не нужны, и вообще я их не люблю. Я с ними пыталась и сражалась другие классы, больше не хотела. Заведите себе какой-нибудь планер, ежедневник, я, допустим, недавно себе вот такой купила, вам показывала, уже начала его ввести, и советую вам завести такой в 11 классе, и в 10 тоже. У меня в 10-11 классе вместо этого был просто дневник обычный, только я писала там не расписание, а уже свои там допы и так далее. Это было очень удобно, в принципе, и поэтому советую вам, конечно, отнестись к этому серьезно, потому что дел много, и голова просто не успевает все переваривать и запоминать, поэтому советую отнестись к этому вот очень-очень серьезно. И также, что еще хочу сказать, совет мой, ходить на допы или нет, то есть на дополнительные задания, там занятия, ходить по ЕГЭ или нет. Я лично не особо их любила, практически не ходила, потому что смысла не видела. Я готовилась в онлайн-школе, у меня была возможность тратить деньги на эти онлайн-школы, если можно так выразиться. Именно поэтому я не ходила на допы. Несколько раз, честно скажу, признаюсь, я ходила для галочки, просто потому что я отличница, мне надо было пятерку, и я ходила, чтобы мне там ничего не высказывали и так далее. Но честно, мне вот ни один доп не понравился, вся фигня была, и потому что, ну, не знаю, возможно из-за того, что я в онлайн-школе занималась, как бы мне не нужно было это, но я не ходила на допы. И если у вас есть возможность не ходить, и вы знаете, что вы ответственный человек и сами готовитесь, то не ходите. А если вы, например, там, знаете, что вас круто готовят там к русскому, допустим, то лучше ходите. Но честно, я вот не ходила, и мне не нравилось вообще такое себе. Я пока снимала это видео, за окном уже потемнело, я снимала его больше часа, хотя вышло, наверное, оно на минут 20, но, в принципе, не суть в этом. Хотела вам сказать, что спасибо вам огромное за просмотр. Еще раз хочу сказать, что вас ждет внизу очень классный промокодик на скидочку, и там подробная вся информация. Если вдруг кому-то надо что-то рассказать, хотя я все рассказывала в видео во многих про ЕГЭ, про ЕГЭЛЕНД и так далее, почему именно стоит его выбирать, то напишите мне вконтакте, ссылочки также найдете в описании, я вам обязательно на все отвечу, разберу с вами какие-то моменты, почему стоит вам сейчас купить курс. И, в принципе, на этом все. Советую вам просто быть стильными, пережить эти два года, потому что, правда, они будут не самые легкие, особенно 11 класс. Так что желаю вам удачи на ЕГЭ, вы точно все сможете, у вас получится, вы выдержите. Так что всем спасибо за просмотр, всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч, и всем пока-пока!